В каждом, без исключения коллективе, на какой бы работе мы с вами не оказались, всегда можно встретить три типа людей. Как будто какой-то специальный волшебник берет специальную волшебную палочку и устраивает такое сомнительное равенство. В этом видео я расскажу о каждом из этих типов. Не будем терять время и поехали. Тип 1. Адекватные люди. Ну, кто такие адекватные люди, я думаю, что вы и без меня знаете. Учиться уважать и ценить себя, уважать и ценить окружающих людей, изучать иностранные языки, этику, логику, учиться общаться и коммуницировать с другими людьми, и вообще быть экологичными по отношению к окружающему нас миру. Тогда шанс попасть в эту категорию предельно возрастает. Вторая категория – так называемые нейтралы. Эти ребята предпочитают не проявлять лишней активности, никуда не вмешиваться, ни во что не ввязываться. Сидят себе тихо в уголке, простите меня, и сосредоточены они исключительно лишь на своем рабочем функционале. Да, скучно, зато не токсично, а это большой плюс в наше токсичное время. И теперь третий подтип. Собственно, токсичные люди. Здрасте, приехали. Нужны пояснения. Три подкатегории. Начну с первой. Первая подкатегория – нытики. Ну, вы поняли. Они жалуются. Им плохо, им все не то, им все не так. Виноваты в их проблеме правительство, иностранное правительство, НЛО. Начальство проходу и продыху не дает. Что делать, непонятно. Знаете, как вязкое болото. Если вступил ногой, рискуешь и не выбраться. Поэтому рекомендована дистанция. Подтип второй. Интриганы, мои любимые ребята. Вот уж известнейшая мерзость. Провокаторы. Интриганы, как я уже сказал. Сплетники жуткие. За спиной у вас обольют вас всеми видами коричневой субстанции. И не успокоятся, пока вы не сойдете с ума и куда-нибудь не уйдете с этой работы. Но знакомо ведь, признайтесь, на каждой работе вот эта вот шваль, простите меня, имеется в товарных количествах. Рекомендуется не вступать в резонанс и держать солидную дистанцию с этими ребятами. Не класть палец в рот, как говорится. И третий, последний подтип. Это люди настроения. Я уж, простите, я уж не нейрофизиолог и не знаю, как у них устроена гормональная и нервная система, но это настроение у них скачет туда-сюда, туда-сюда, то замучаешься ловить и подстраиваться под них. Сегодня они могут быть вашими вязчими, лучшими друзьями, пить с вами на блюдершафт и клясться в вечной любви и дружбе. А завтра они могут просто при встрече не поздороваться с вами и вообще вас никак не признать. И вот как быть в этой ситуации, непонятно. У кого раздвоение личности, вероятнее всего, у вас. У них-то все в порядке. Это было все на сегодня. Я надеюсь, вам видео понравилось. Если так, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Мне будет очень приятно. Увидимся уже очень скоро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!